В этом видео настройка дизайна записи блога в WordPress в DVPageBuilder. Меня зовут Федор Васильев. О чем идет речь? Если мы с вами посмотрим в блог, посмотрим в развернутую нашу запись или статью, мы видим отображение статьи, так как он есть, в шаблоне DV. В прошлом видео я показал, как настроить произвольный дизайн именно анонсом записей, то есть страница блога. В этом же видео будем рассматривать именно развернутую запись, то есть когда мы попадаем внутрь самой записи, где есть форма комментариев и так далее. На моем сайте примере у меня это выглядит вот так, то есть я вывожу из сайт бар, заголовок, контент, то есть это текст, картинки, видео, дальше информация об авторе и комментарии. Все, что входит в стандартный блог. У нас сейчас выглядит это вот так, то есть стандартно в отображении записи в самом шаблоне или теме, по-другому, DV. Итак, мы переходим с вами в админку нашего сайта, переходим с вами в DV и тембилдер. Чтобы добавить свой дизайн записям, мы кликаем вот сюда вот добавить новый шаблон. Здесь мы отмечаем галочкой все записи и нажимаем создать шаблон. Обратите внимание, что у нас глобально дублируется нижний колонтитул, то есть подвал. Это если вы не смотрели мои ранние уроки. Если вы смотрели предыдущие уроки, то вам станет все понятно, что здесь будет подвал идентично, что подвал вот здесь вот по умолчанию. И как вот в этой плитке понятно, что можно здесь настроить произвольный подвал. Ну то есть ранее я уже говорил в уроках, поэтому я здесь не останавливаюсь. Кликаю вот сюда вот по средней плитке для настройки контента для записи. Здесь я выбираю создать собственное тело. Ну такой перевод здесь немножко некорректный на русский язык. Так же как и в прошлом видео, похожая ситуация. Здесь мы стоим перед выбором, какое выбрать соотношение колонок. Зависит от того, будем мы использовать сайт бар или еще что-то. Я сайт бар использую. Также по классике сайт бар справа, поэтому я выбираю вот это соотношение колонок. То есть здесь в этой колонке у нас позже будут виджеты какие-то необходимые. А в этом всплывающем окне нам нужно выбрать несколько элементов. В DVPatchBuilder доступны плагины, которые позволяют кастомно настроить произвольный дизайн нашим записям. Сейчас вы видите пример моего другого демо-сайта. И здесь я использую плагин для отображения заголовка. Давайте его и добавим. Я возвращаюсь в наш сайт. Здесь он называется заголовок поста. Выбираем его здесь. Сразу вы видите, у нас появляется заголовок и картинка. Далее я использовал плагин настройки разместить контент. Ну вот такой здесь неправильный перевод. Пока на этом уровне я здесь ставлю птичку. И сразу же добавляю по плюсику. Находим данный плагин. Вот он разместить контент. Очень важный плагин. Это и есть динамический контент самой записи. То есть вот мы выбираем. Здесь изначально нам показывают, как будет выглядеть заголовок первого уровня. Как выглядит будет текст, как ссылка. Как заголовок второго уровня и третьего уровня. Как выглядит картинка. И другие уровни заголовка. Списки. Как выглядит. То есть нам здесь сразу просто показывают, как это все будет выглядеть. На самом деле, если мы это в записи не используем, это все не будет отображаться. Здесь просто идет демонстрация. Далее, если хотите, здесь уже по желанию выводить ли блог об авторе. Вообще, когда блог вы ведете, блог об авторе необходим. Я считаю, что это полезная информация. Обычно он размещается внизу основного контента, но до формы комментариев. Также под нашим плагином я кликаю по плюсику. Сейчас я просто набрасываю все необходимые плагины, а позже начну показывать вам, как ими пользоваться. Хотя вы уже и сами разберетесь, там останется лишь только настроить дизайн. Обратите внимание, что у меня комментарии и блог об авторе выводятся в отдельной строке или ряд зеленый. Поэтому здесь можно просто так же по зеленой кликнуть, добавить вот такую одну сплошную. И здесь уже добавить комментарии и модуль персона. Это называется модуль персона. То есть вот выводим и добавляю комментарий. Но давайте пока на этом уровне я комментарий не буду добавлять. Посмотрим, что у нас получается. Вообще изначально на сайте, как это выглядит, а потом продолжим редактирование. Здесь я нажимаю на крестик, обязательно нажимаю сохранить и выйти. Здесь мы видим, у нас появляется вот оно тело. Нажимаем здесь, не забываем сохранить. Смотрим, как выглядел блок до этого. Обновляюсь. И у нас на самом деле произошли изменения, потому что сайт бар скрылся. Здесь реально выводится запись, которую я заполнил через WordPress. То есть вот сюда записи, добавить новую. Записи все добавляются напрямую отсюда, через WordPress. Такая запись у меня есть. Здесь все нормально. Отображается заголовок, информация, мета данные. Картинка. Постер. Дальше у меня идет текст. И видео файл я вставил. И дальше информация об авторе пока не настроена. И комментариев здесь нет. Сайт бар, естественно, я покажу, как реализовать в следующем видео. И тогда, раз у нас все нормально, сейчас продолжаем с вами. Заходим вот сюда вот в карандашик. Добавим еще один плагин. Это комментарий. Плагин находится в самом низу. Вот он, коммент, сокращенно здесь выбираем его. Вот комментарии у нас с вами добавились. Они выглядят классически, как и в обычном WordPress. И сразу, также не забываем, но скорее всего здесь будет все хорошо. Мобильный дизайн. Как это выглядит на мобильных устройствах, можно, конечно, посмотреть. Есть тесты и комментарии. Здесь никаких правок даже делать не потребуется. И здесь уже вы просто смотрите. То есть видите, как у меня сзади, у меня вообще есть бэкграунд, некий градиент, переход от цвета к другому цвету, да. И давайте хотя бы вот наполним более-менее. То есть у меня тут часть белого цвета, где комментарии, где блок об авторе. То есть как это реализовать. У меня это все расположено вот в этой строке. Вы помните только, что я сейчас это делал. Поэтому я захожу в эти настройки, захожу в фон и просто делаю белый цвет. Но белый цвет не видно, потому что сзади заливка у меня тоже белого цвета. Для этого, чтобы нам было видно, надо перейти в синюю шестеренку, в фон. И, допустим, вот заливка фона, да. И видно теперь здесь, что белый цвет. Ну и сразу здесь видно у нас отступы. Сразу можно будет поиграться с отступами, потому что у нас все прижимается к левому краю. Такой насыщенный, яркий я оставлять не буду. Наверное, я сделаю какой-то посветлее. Что-то вот такое, наверное, да. Даже еще, наверное, сделаю посветлее. Вот так. Думаю, даже вы уже на этом уровне справитесь сами, пройдя предыдущие 10 уроков про DV, пейджбилдер. Но все-таки я, давайте, бегал уже, пробегусь. То есть отступами сразу здесь назначить, слева и право, потому что все прижимается, так оставлять нельзя некрасиво. Заходим в настройки зеленой вот этого нашего ряда. Дизайн. Расстояние. И это у нас внутренний отступ слева и справа. Просто 10 пикселей хотя бы, видите, у нас уже вот здесь слева отступает. И 10 с другой стороны. Здесь у нас контент дальше, в принципе, нормально располагается. Он не прижимается. Дальше здесь просто остается по настройкам. То есть заголовок, если мы с вами заходим, здесь просто вы решаете, что отображать, что нет. Показать заголовок. Видите, основной заголовок скрывается. Конечно, ни в коем случае его нельзя скрывать. По этому заголовку поисковик ориентируется. Если заголовок будет скрыт, не знаю, как это будет отражаться на поисковой выдаче Яндекс и Гугл. Поэтому здесь, скорее всего, ничего даже менять вам не придется. Ничего скрывать не придется. Я просто вам показываю, что все настройки у вас здесь находятся. То есть, например, максимум, что вы можете здесь не отобразить, например, внутри поста обычно бывает не отображает постер. Постер только в анонсе блога идет. Но здесь уже на ваше усмотрение. То есть показывать изображение поста, вот если не надо, вот оно тут скрывается. То же самое здесь настройки отображения контента. Только дизайн, да? По сути, больше ничего здесь настраивать особо не придется вам. И то же самое здесь с комментариями. То же самое дизайн и так далее. А вот здесь с блогом автора можно посмотреть. То есть имя прописывается здесь. Вот оно вот здесь отображается. Должность, ну там администратор сайта или еще что-то. И ссылки, видите, на социальный профиль, конечно же, нету ВКонтакте. Здесь идет информация об авторе. Это в этой области, да, у нас показывается изображение. То есть вы можете просто сюда себя загрузить. Например, вот с компьютера сейчас загрузим картинку. Например, вот я выберу свое лицо. Вот у нас сразу здесь, видите, картинка отображается, информация об авторе. Ну и другие виды, в основном дизайн. Только дизайн, то есть если вы посмотрите здесь, видите, как я здесь сделал. Я плашку с информацией об авторе выделил цветом. И при наведении у меня она поворачивается, видите, и появляется еще тень. Но это просто сейчас я сделал для наглядности, показывая возможности DVPatchBuilder. Соответственно, вы уже здесь без труда, я думаю, разберетесь. Дизайн все здесь настраивается. Что еще для блога было бы полезно? Я еще один плагин вам покажу. Ну, обычно это внизу тоже он размещается. Здесь он называется навигатор поста. Если мы его здесь выбираем, это будет показываться предыдущая-следующая. То есть предыдущая ссылка. Вот здесь вы можете написать вперед-назад, например. Вот здесь вот. Вот я написал назад-вперед. Вот у нас здесь сразу все меняется. То есть человек сможет прямо отсюда из поста переходить в развернутые посты удобным образом. Да, просто кликая по ссылке. То есть следующая статья, следующая статья. Для блога такое актуально. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. Видим фон полностью сзади. Видите, серый стал закрасился. Вот у нас ссылки назад-вперед. То есть следующая статья, предыдущая статья. Вот у нас форма комментариев. Информация об авторе. Можете попробовать протестировать комментарии. Работает все нормально. Вот комментарий от меня появился. Это я находился в WordPress. Смотрите, зайдем в Joomla. Зайду внутрь. Здесь, естественно, для другой категории тоже все применяется. У нас с вами все получается. Думаю, здесь можно урок и заканчивать. Думаю, здесь уже вы справитесь без труда сами. Я вам показал набор плагинов, которые будут необходимы для создания отображения внешнего вида произвольной записи WordPress в DVPatchBuilder. Если вас DVPatchBuilder заинтересовал, вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая DVPatchBuilder, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok